будет на ком Миракл из команды Ликвид забирает себе Ликантропа Матумба Мэн, Брудмазер, Куру на Визадже, на Эрдс Шейкере естественно, GH и Майнд Контрол обзавелся Нейчерс Профита и в свою очередь команда ЕГЭ наши ребята, стабильные ребятки, которые не любят экспериментировать с пиками так как экспериментируют Тим Ликвид, имеют Сумаила на Фейс Лисвоиде, Артизи Виномайнсер, Бэтрайдер на Бэтрайдере играет Юниверс Зай, Роуминг, Элдор Титан и Крит, Саппорт Винтер верно Сумаил на Фейс Лисвоиде как вам, Дмитрий? он может, в этом парни все уверены, мы считаем что он может сыграть на всем даже на Соло Мид Оракли да, и на Парышни но если по-хорошему то на легкой линии ему особо делать нечего туда придет Брудмазер ну если он туда придет он там стоит и что ты ей сделаешь? Войдом ну да а Виномайсер он хотя бы будет там не знаю спамить Змейки хотя бы то есть хоть какой-то профит, пусть и минимальный но он будет но мы видим, что здесь многоходовочка здесь у нас Матом Бумен будет идти в центр Фурел отправится в сложную и скорее всего нужно будет быстренько свапать линии ЕГЭ тут ультра многоходовочка во-первых Куру очень сильно подгорает сейчас высока вероятность гибели и того, что все-таки прольют первую кровь Evil Geniuses нет не получилось перетяжка от GH спугнула Элдер Тайтона и Бэтрайдера и да это Бруда в миде о нет пожалуйста не нужно Liquid Liquid одумайтесь нет я не о том, что это плохо я о том, что это будет везде можно поставить Бэтрайдера в мид тоже вариант поставил Бэтрайдера в мид пусть он там стоит разливает огонь а Сумаил отправится в харду на фейсли с Войди да мы только что разбирали этот матчап Войда и Брудмазер и вот выясняли что это не слишком приятная ситуация для Войда потому что он толком в Бруде ничего сделать не может ну до третьего уровня он хотя бы будет добивать липо урона у него много у Брудмазер 47 у Фейсли с Войда 68 там если еще и с топориком то вся сотка получается да поэтому он ну это вообще один из самых сильных героев в плане начального урона и пока у Брудмазера нет соу ринга пока у Брудмазера нет большого количества пауков Фейсли с Войда добивает липо у него 5-0 и стоит достойно ну и на нижней линии нападение на Зая Зай убегает а вот GH наверное не убежит да слишком сильное должно быть замедление и кто только первую кровь прольет вот она первая кровь умирает Earth Shaker Юниверс тем временем еще и Куру очень сильно хочет забрать отличный напалм как же они их помнят да ты посмотри просто они выгоняют сжигают и выгоняют просто минус 2 Курьер сил тьмы был убит а в это время Бруда пришла и съела Курьера знаешь если бы Сумаил не свидел курицу это был бы не Сумаил конечно да я помню еще время когда этот игрок вот только-только начинал выступать да на профессиональной сцене и постоянно все и всегда убивали Курьера против Сумаила потому что я не знаю то ли там он не контролил то ли в принципе ЕГЭ не слишком сильно этот Курьер нужен но вот с этого очень много матчей начинались в свое время невнимательный да может быть другими вещами займут артизи спокойненько поплевывает у себя на линии по крипчикам майн контролу он не то чтобы сильно мешает 7-0 я вижу у Нейчерс Профита и у самого Веномансера 8-1 они там спокойненько бегают причем майн контролу очень удобно благодаря Финькан забирать варды чем она занимается да да и в целом как бы такая реения что что они ему сделают Веномансер допустим клюнет Гейлом какой-то герой подойдет и он просто убежит ну допустим придет Винтер Верна вы вдвоем никак Фурион не прогоните Элдер Титаун он конечно придет он может попробовать застанить но в этом случае он просто ничего не сделает Фуриону там просто майн контрол вызывает пеньков отправляет на Элдер Титауна и говорит давай до свидания когда с ними разберешься ты мне звони ты посмотри что происходит в центре вот вот это ад это просто пекло для Сумаила нужен бы Трайдер какой-то нужен какой-то АОЕ нужен герой который будет способен стоять против этого хоть как-то потому что иначе здесь Бруда эту вышку пропушит и ну иногда это не очень опасно иногда когда у тебя одна Бруда не очень опасно чтобы она тебе пропушила пару вышек ты потом сможешь ей что-то придумать но здесь у Ликвидов почти весь пик пушит если ты допустим отдашь вышку в центре если потом еще Бруда пропушит вышку сверху потом еще они вместе соберутся то здесь все упадет в одно мгновение тут можно да слишком далеко эту ситуацию запустить и появляется Виверна на центральной линии третьего уровня только и у него очень мало маны пауки там умер кстати паука но я к тому что даже третьего уровня у Виверны уже хотя бы 180 урона есть причем без ограничения по целям то есть она валить будет по паукам мощно но вот хотелось бы чтобы этот сплинтер бласт был все-таки чуть более силен соло ринг нужен нужен соло ринг в интерверне или большое количество кларити да чтобы просто постоянно спамить показывают нам вновь Нейчерс Профита кстати руна двойного урона сверху находится и ее сейчас Брудмазер заберет но боже Брудмазер с двойным уроном Брудмазер он очень хорошо стоит сверху он пеньками забирает змеек да да как бы Виномайстер он тоже забирает пеньков но фишка в том что у змейки сейчас 200 жизни а у пенька 550 и тут неравная битва затраты по времени просто несопоставимые а денег там дают плюс-минус равное количество да при том вот именно сейчас пеньки они еще могут двигаться в то время как змейки стоят на месте и майнд контрол выигрывает линию у него 39 на 5 в то время как у Виномайстера 24 на 2 отличная игра от майнд контрол очень круто добивает и GH перетягивается на верхнюю линию для того чтобы попытаться забрать этого веника назойливого не знаю смогут ли зажать его таким вот образом чтобы Виномайстер не смог скрыться в язык конечно есть у Фуриона и урона у него с руки достаточно там кстати силы тьмы использовали скан и Винник сразу же установил плагуард в лес чтобы его этот шейкер не настиг сумайл постоял в миде понравилось и теперь он пошел в лес да лесной войд теперь у нас медовая винтер виверна а этот герой хотя бы способен сдержать пуш да ты не можешь подойти под вышку потому что сразу летит сплинтер бласт по паукам а виверне даже не обязательно там рядом находиться ты даже физически не можешь угрожать этому герою так что в этом плане все относительно неплохо я думаю что крит доволен у него много опыта денег тоже должно быть прилично он сейчас вообще один стоит то есть в миде даже бруды нет он просто стоит на флип армии ну потому что и бруда как бы не глупая я думаю барышня да 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 бруда у нас пришел у тебя в лес но на месте бруды я бы сделал следующее я бы отправил чисто пауков в лес а саму брудмазер вернул бы в центр то есть если приходит винтер верно то ты добиваешься хрипов ну да при этом ты не жертвуешь пауками сверху падает башня а в итоге матумба мэн он как бы приходит сейчас в центр в очередной раз приводит всех своих пауков и потихонечку винтер верно поднимается по фарму слоу ринг скоро будет да отвезти пауков в лес и при этом самому остаться на линии это пока самое рациональное гениальное это самое рациональное что нужно придумать ну и войт вот он видел что пауков нет и говорит и я пойду в центр уйди пожалуйста виверно сейчас вновь пауки окажутся в миде и войт виверно приди пожалуйста ненадолго надо поплеваться сплинтер бластом но сейчас уже опасно у винтер верно имеется слоу ринг и мана у нее не закончится по итогу фидить паука мне опасно казалось бы сурешна всего вот такой вот легкий саппорт в виде винтер верно а сколько полезного он делает просто будучи собой просто то есть особо даже делать ничего не нужно от того варианта что ты можешь что-то сделать уже неприятно и от этого уже отталкивается брудмазер но войт в любом случае вернулся у войта 35 на 3 не самый конечно же яркий клипстат в истории человечества слушай там же ультимативно отталкивается ультимативно от фуриона минус сумаил минус крит от матумбомена отличный врыв от майн-контролла и смотри как сейчас будут падать вычки да потому что прилетает наичерс профит потому что пауки тоже на месте ой а там элдер титан какой я просто хочу посмотреть вот хочу посмотреть сколько у него сейчас 50 давай 57 здравствуйте я элдер титан и у меня 400 с руки на восьмой минуте а он контрит кстати эту стратегию смотри здорово ты как бы посмотри на его скорость перемещения у него 300 у него там было 400 с лишним и попробуй это от него беги слушай это реально контр это полная контр ну понимаш он там вообще это полной контраст понимаешь он фактически не убивает этих персонажей то есть там пауков пиньки и все остальное но из-за этого он становится на столько сильным что иметь дело с таким противником совсем уж не хочется твоё бедный куру просто смех и слезы наверное ministre с타�ろう賽 как вы топите в той ситуации. Да, пропушить сверху не совсем получается. Оказывается, там еще и Nature's Profit вместе с Шейкером и Мираклом. Так что все не так просто. Пошли за Куроком. Курок, я думаю, может выходить на людей. Будут без варианта. Да, его будут постоянно убивать, конечно же. И у Визаджа такая себе ситуация, не слишком приятная. Выходит сама по себе. В лес уйти не может. Особо никого он толком не заромит. Здесь у людей есть эскейпы. И нужно просто как-то вот стянуть, допустим, снизу бетрайдера, чтобы линия стала свободной. И постараться создать спейс для Кура. Но Кура не отчаивается. Даже несмотря на то, что у него 0-4-0, он все равно возвращается на легкую линию и будет всеми силами пытаться взять шестой. Хорошо, он-то его возьмет. Но поменяется ли глобально что-то в этой жизни? Там Зая наконец-то выловили. Ему не хватило буквально пары шажочков иллюзии для того, чтобы достать до логова паучьего. И он бы опять имел 400 с руки. И сейчас бы просто развернулся и вбил бы по пояс в землю у каждого из этих трех преследователей. Но там не хватило. По времени иллюзия вернулась назад. А вот нам показывают, что летит сейчас Курьер с двумя метрилл-камерами. А это нам говорит о том, что дезолятор появляется у Брудмазер. О, как же! Это жёстко. Это очень жёстко. Ну, конечно... Какой-то ещё Латнерс бы нафармить на команду, чтобы бафать и себя, и всех своих самонов, и в один момент просто пойти в файл-ку. Ну, знаешь, вот сейчас из-за того, что не так активно проталкивают линии, складывается впечатление, что просто Ликвид готовится к этому врыву. Вот сейчас полетел Бетрайдер, выловил Брудмазер. Отличная хроносфера от Сумаила. И на упреждение Earthshaker он останавливает. Матумба-мен, конечно же, со своим дезолятором не слишком хорошо справляется с принятием тычек. А вот и Виверна, которая помогает Сумаилу выжить. И ещё и Винтерскюарс. Джейдж падает от рук собственного товарища, фактически. Фраг в любом случае достаётся Криту. Крит отыграл очень классно. Да, отличная вылазка на центр. Довольно-таки здорово ребята вышли на центр и наказали Ликвидов. ЕГ сейчас фраги нужно делать обязательно. Желательно по кулдауну, потому что фармит ЕГ намного медленнее, чем фармит те же Ликвиды. То есть у них как бы есть Фейселес Войт, у которого имеется ПТ-талончик, и фармит он так вот как бы средненько. А у Ликвид имеется Бруда, которая с центра. Мало того, что она фармит очень быстро лезть, так она ещё и фармит линии и больших хеншин. Да, она нейтралов съедает с неким темпом. При том, что мы видели, дезолятор появился очень рано, и сейчас фарм лишь ускорится. Порфурён я молчу. Он просто бегает, летает и опять же фармит всю карту. И то же самое касается, например, Миркла. Поэтому сейчас важно, чтобы ЕГЭ во всех этих стычках локальных одерживали верх. Если они хоть чуть-чуть просядут, хоть где-то ошибутся, вот придёт этот Nature's Profit. Сычки упадут сразу вообще все. Да, 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 всё упадёт. И Рошан упадёт, вообще всё упадёт в один момент. И вот как раз Ликвиды стараются как-то постараться создать момент, чтобы можно было как-то быстренько пойти и забрать Рошана на крысу. Сейчас посмотрим, получится ли у них это сделать. В это время Зай внизу спушил кир-1 вышку. Тут сверху ещё Mind Control спушил кир-2 вышку. Очень активная игра в плане перемещений. Буквально ни на секунду не дают продохнуть. Нападение на Сумаила в центре. Отлично садятся. Магби Зашата хватило у Джейча радиуса Афтершока. Он буквально последним пикселем зацепил. Тут сверху был забавный момент. Здесь делал ТП-Аут, Mind Control и Пиномансер. Короче, Бэтрайдера, чтобы его убить, нужно было просто дать лассо. Вместо того, чтобы дать лассо, он дал один лишний стик на палм. И по итогу не успел. Мана не хватило на лассо. Отлично, да, отлично. Да, ну, более-менее. Ликвиды продолжают набирать обороты. Правда, Куроку уйдёт очень далеко. Куроку находит Элдер Титана. Наверное, здесь у него ещё имеются депички, но его уже, естественно, непонятно. Куроку за Куроку. Уже в который раз забирают Куроку. И птичка. Если быть точным. Птичка, 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 птичка. В пятый раз его уже забирают. И птички тоже пить ими не нужно. Вообще, способов пофидить у Ликвид очень-очень много. Это птички, это паучата, это пеньки, волки. Ну, всё что угодно. Некрономиконы потенциальные. Они тоже могут стать источником лишних денег. И я вот только что видел. Виверна буквально 30 секунд назад пролетала мимо центра. Увидела бруду. Так вот в неё дальний снаряд артиллерийский закинула. И просто осколками себе 150 монет собрала. И вот Виверна полетела себе дальше. Богатая. Просто нужно очень осторожно действовать. Ты рискуешь настолько сильно откормить. Ладно, там этот Войт, да, он не будет этих пауков убивать. И в принципе он фармит в других местах. Но от того, что ты подкормишь этих суппортов очень сильно, появятся все эти глимеры, форстафы, блинки, там линзы. Будет очень сложно играть. Так что нужно идти очень осторожно. В меру, скажем так. Да, но счёт пока 4-8. Суммарное преимущество Ликвид достаточно невелико. 2000 золота они ведут там без малого. Но и ЕГЭ не особо отчаиваются. Пойдут ли они в наступление в ближайшем будущем? Сейчас стараются всеми силами отдавить, продавить ЕГЭ до их базы, чтобы те ушли туда отбивать всех. Весь отпущится монами. И после этого ребята могут смело идти и захватить на Рощана. Я вообще-то так понимаю, что ЕГЭ планируют до последнего сидеть где-то глубоко, фармить, спамить сплинтер-бластом, в случае если будут к ним куда-то на базу подниматься. Ну смотри, они не пробираются. То есть они сверху продавили линию так, чтобы у нас Артизия был вынужден постоянно находиться здесь. И он не мог спамить своими змейками, допустим, вот находиться на этой позиции. И тут же Матумба-мен забегает в вражеский лес и по кулдауну фармит древних эншинтов. За счет этого у нас Ликвиды фармят и вражеских древних эншинтов, и своих древних эншинтов забирает Миркл. Неплохо. Теперь ЕГЭ. ЕГЭ имеет хрансферу. И лок. И все есть, и они в смолке. Снова нужно идти драться. Главное найти подходящего персонажа. Вот вард был установлен, Куру заметили. Саппорт. А вот груда. А вот груда это сочно. Правда груда успевает. Да, и ультимативная Фуриона неплохо проходится по героям Evil Geniuses. Улетает Крид. У него заканчивается действие Аркикберна. Опускается с небес на землю. Не может уже прыгать через все эти неровности на ландшафте. И надо лететь. Да, нужно как-то поспешно скрываться. Отличная бочка и сон. И все, это залетело. Еще есть Плинтер Бласт. Тут даже капуня. Просто капуня сыпется. И получилось, в следующий раз зайдем. Майн-контрол возвращается наверх. По фарму у него все очень и очень хорошо. Фейсбукс и Савинс. Снова старается стянуть ЕГ наверх, чтобы можно было как-то совершить вылазку на центр или может быть даже вниз. И по-хорошему я удивлен. Как бы вот у них такой супер пуш потенциал. Они могут быстро закреплять вышки. И у него тир один снизу по-прежнему снизу. И там вообще не души. Там просто бегает битрайдер, фармит вражеский лес и никто ему не мешает. Ну смотри, Артизий сейчас пытался побежать от Миракла. Конечно, для контроля поскрыться крайне затруднительно. А далее идет атака еще и по Заю. Сумаил прыгает, но попадает под Экослэм GH. Без хроносферы пока сражаются. И Вилджиниусы понимают, что хрона вот так просто сейчас отдавать нельзя ни в коем случае. У вас упадут строения мгновенно. Да, будут дальше гнаться за Сумаилом. Есть Орхид, есть Рута. С огромным уроном. Отличная фиссура. И Сумаила съедят. Скорее всего. Нет, отлично действует крит. Хороший колдемрейс. Сумаил еще пока живет. Нет, умер. Минус Войд. Не будет хроносферы, не будет самого Войда. Но есть пока Сплинтер Бласт. Который немножко, но сдерживает пыл. Ликвы. И увозят Шекера. Шекера увезли. Шекера наконец-то ИГ приняли. И по итогу мы видим, что ИГ потихонечку отбивается. Конечно же им тяжело. Учитывая, что там в пуре он почти в соло вырубает любого персонажа. И двигаться по одному очень опасно. Артизе нужно завязывать со своей соло дотой. И желательно двигаться с командой. Воевать 5 на 5. Так штука в том, что ИГ, вот если так посмотреть немножко, очень плохо просматривается схема нормальной драки. Если речь не идет о связке Войд, Элдер, Титан, остальные герои. Ну, так, что-то тот кинул то, тот кинул это. Вроде бы по отдельности все смотрится классно. Но Ликвид слишком быстро могут закончить сражение. Учитывая фарм друды и врыв какой-то от Шекера. Там самый минимальный. Просто съедают всех. Да и очень мобильное все. Птицы способны убить какого-то отдельного персонажа. Нейчерс Профит, который может залететь за спину. Ликантроп, которого как-то нужно останавливать. А для этого лишь хроносфера, наверное, есть. Ну, ты, допустим, Веник. Ты находишься где-то, фармишь. Тебе Шекер дал фиссуру издалека. Прилетает Фурион, дает тебе Саленс. И неожиданно влетают две птички Визжа. Все, ты уже погиб и спасти себя. А рядом 5 секунд назад никого-то и не было. Да. Изначально. И это действительно страшно. Так, и теперь Ликвид возвращается вниз. Никак не получается продавать сверху, они решили. Отправиться на низ. Снизу у нас орудует Майнд Контрол, который поставил заранее вард. Такой, кстати, интересный вард. Необычный. Ну, да. Центрик. И в это время забирают Артизи. Который снова сверху получил ту самую фиссуру. Того самого Нэчерс Профитера. Да, и даже не потребовалось звать на помощь диск уроки. Они его забирают вдвоем. Ну вот начало, помнишь, у ЕГЭ, насколько они неплохо на первых минутах выгоняли с линии людей, благодаря Бэтрайдеру, Виверне и прочим-прочим вещам. Ой, там какой-то разница у нас еще фиссура. Затаскивает его на чечки. Разлом. Чечки работают. Да, все сгорело. И еще одна фиссура. И еще майн-контрол продолжает атаковать. Да, тотем тоже еще. И пес прибегает. Меркель. Ой. Хватает людей. Ну, дальше можно тоже. Кусь-куль-кусь. Фиссура нужна. А будет? Совсем скоро должна быть. Фиссура рядом. И вот показатель урона нам сейчас как раз примерно об этом и говорит, потому что Артизи замыкает пятерку лидеров по hero damage. Да, то есть даже Винтер Виверна больше урона. То есть если он кого-то найдет один, он никого не убьет. Ты даешь вейл, ты даешь, допустим, поезда нового и в конце концов герой просто берет и делает тп-аут. Ты его не убиваешь. Но если ты, допустим, будешь рядом с Винтер Виверной, может быть ты будешь рядом с Бэтрайдером или с тем же Фейслис Войдом, то у тебя появляются шансы, чтобы хотя бы можно было сбить тп. Ну, хоть какой-то. И Артизи такой выходит на эту точку, на коронную точку, кстати. Ну, а что? Древние сами себя не зафармят. Да. Нужно как-то этим заниматься. И вот здесь можно сидеть прямо до вылазки Нарошана. Смотри, используется смоук сейчас и мгновенное. Пенек спалился. Да, реакция сейчас. Должны стягиваться ликвид. Вот они, они снизу. Вернее, в центре. В центре кучкуются. Ну, пенек вообще все спалил. Майн контрол вызвал еще пеньков, отправил их поверху и никого здесь эгэ не найдут. Ну и все, майн контрол уже находится снизу. Естественно, его там не выловить. Так что, скорее всего, тир-один вышка упадет. Неплохая позиция для Нейчерс Профита. Проверяют еще и Рошана. И одни, и вторые проверяют. Рошан негодует. В ярости просто. А вот эта пачка пеньков и плюс 4 пенька еще призванных выбирал себе Нейчерс Профит на 15-ом. И теперь их армия. Орда. Легион. Имя им Легион. Больше фарма для Винтер Верны и больше урона для Элдер Титана. Господи, посмотри, какая рыба плавает. Рыба, 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 рыба. Силы света используют... Она просто очень крутая. Я впервые ее вижу. Майн-Контрол снизу ждет крита, но крит не подставляется. Сейчас там кто-то Дейдлс соберет, пока будут ждать криты. 10 силы выбирает себе Титан. Правильно, будет очень сильным. Нет, если Титан вдруг вот просто возьмет свою копию астральную, вот так вот повозит ее по всем противникам, по их призванным существам и вот опять соберет себе там 300-400 урона, он может и в Соло закопать парочку героев. Сможет с Волком посражаться один на один. В теории, да. Тем более там Солор еще есть. С Волком можно вообще неплохо воевать. Вот Райдер прыгнул. Словил Матумбамена. Физура немножечко неточная. Матумбамена выловили. Да, устанавливается Хроносфера. Пауки хотели бы помочь своей матери, но не получается. Ну и все. Минус Брудка. Ну ничего страшного. 7000 голды за Ликвид. Они продолжают фармить. Я, честно говоря, уже давно не видел Мираклы. Интересно, что здесь у него. У него имеется Армлет, у него имеется Маск Уф Мэднес и он решил собрать себе Тараску. Пока это самый бедный герой из своей команды, из коров. Причем значительно беднее он, чем Брудмазер или же Нейчерс Профит. Ну потому что они съедают всю карту, а Волку ничего не достается. А он быстрый. А там Шейкер с ЭХ-слэмом. И что ты сделаешь? Вот что ты теперь сделаешь? У вас два и четыре. Причем тут только что был один. А теперь их четыре. Отличная реакция. Вот Ликвид. Главное, что... Мирикос, Мирикос, Мирикос. Да, яд, яд, яд. Нет, заканчивается действие Яда. Плюс там еще и Армлет был, поэтому немножко поваловался им Мирикл. Медуза еще прикольная там была. Ну уже лучше. Артур уже хотя бы идет с кем-то. То есть он умирает, но не один. Это странная похвала такая, Витрий. Не, ну хотя бы он двигается в правильное направление. То есть как бы вот снизу они толпой смогли убить Брудмазер. И сверху, если бы, допустим, там помимо Бутрайдера был бы еще кто-нибудь, то может быть даже был бы какой-то размен. Потому что ЕГЭ сейчас любой размен устраивает. Так как они остаются. Но теперь как раз небольшие проблемы. Рошан падает очень быстро. Но иллюзия. Иллюзия зашла. Да, я внимательно проверяю Титана постоянно после таких вещей. Ну да, но он все равно 200 урона собрал. Сейчас самое время для Ликвид, чтобы начинать нормально атаковать и растягивать. Растягивать для сплит-пуша, причем для очень агрессивного сплит-пуша прям под базой у противника, у Ликвид очень отличный набор героев. Бруда, которая под сеткой перемещается с центра наверх и вниз, и как угодно она просто бешеная. Тот же Nature's Profit, который сейчас здесь через 2 секунды там. И таким образом достаточно легко допустить ошибку. Или даже просто потерять башни. Вот, знаешь, медленное это убийство башен. Там при помощи каких-то призванных юнитов и всего такого. Тренд протектора ведь нет. Восстанавливать их некому. Да, крита забрали. И при этом пока вы находитесь четвером под вышкой у противника, Фурион просто будет бегать, летать по всей карте и забирать весь фарм. Да, таким самым перефармливая. И этим может, опять же, заниматься брудка какая-то. Потому что в сетках вся верхняя часть карты находится. Вот все, что после реки наверх-направо, это все владение бруды. Конечно, Ликвид очень сильно порадовали таким драфтом. Опять смотрю, что Зай насобирал себе немножечко спирита. В этот раз 333 бонусного урона и 526 скорость постоянная. Такой бойраунд собрать себе в Баттлфьюри. И со спеша. И с Баттлфьюри, и с Дейдлосом каким-то. Просто приходишь... Да. Да. Да, это может быть очень больно. Но, знаешь, мечты-мечты. На бумаге это все звучит замечательно. А вот на практике такое реализовать практически невозможно. Да, на практике я вижу, что очень скоро Миракл будет реализовывать Тарасочку. Подходит он в бить вражескую базу. Постарается он, скорее всего, будет против большого количества АОЕ. Большое количество нюков. И после этого будет открыть регенсии. Ну, в этой игре он уже больше будет позиционировать себя не как дамагер, а скорее всего как дам, который будет уничтожен в Миракл. Да. А дамажить будет Фурион и Брудмазер. А для чего они тогда фармили? Все верно. Сейчас Фурион немножко отвлекал Войда сверху. Установил деревья. Ищет Сумаил. Сумаил, я думаю, да. Нерад Крит, потому что он вообще есть сейчас. И Нерад Зай, который также сейчас будет умирать. Я практически уверен. Матубамена. Там башики или чем вообще получилось? Матубамена остановить, да. Вот так же еще и по Сумаилу. Немножко побегали, покидали ультимативные Нейчерс Профиты и прочие герои. И все, вновь расходятся во свояси. Не могут зайти. Ну, нужно нормально собраться, как один мощный кулак, да. И не то, чтобы зайти всем толпой по одной линии, но просто нормально синхронизировать свои действия, а не заниматься такой самодеятельностью. Ну, не знаю, сейчас как бы зачем лезть? Ну, вы фармите всю карту. Златок у вас еще потенциально будет очень-очень много. В будущем можно будет обузить Аганим Визжа, где ты просто отсылаешь спичек в одной линии, и они убивают вышку, пока выпущите другую. Ну да. То есть, тут вариантов столько, чтобы можно было снести фразу. Хорошо, смотри, как действовать? Вот я понимаю, это самая отвратительная вообще заготовка, которая может быть, когда тебя могут снести по любой линии, не важно, где ты находишься. Как против такого действовать? Что нужно сделать? Не проиграть линии, так сильно. Хорошо, и ты проиграл линии. Иметь АОЕ против Брутмазера. Ты проиграл линии. У тебя нет АОЕ против Брутмазера. Что делать? Что делать? Как выбираться из этой плохой определенной ситуации? Нажимать смог раз в 10 минут и молиться на то, что ты крутой. Причем желательно подороже, чтобы... Да, как это обычно делает ОДЖ. И по-хорошему купить Боингем Бэтрайдеру. Тогда будет отличаться. То есть как бы сейчас вот они ищут Бруду, сейчас они могут потенциально ее найти, нажать даст, но Бруда в этот момент может успеть нажать Black King Bar, Бруда там может как-то паучком воспалить, и в целом вот без Гема здесь будет, вот прям от этого почти нереально. Ну да. Ну Брутмазера особенно. Она просто сама по себе быстрая, да и ты пока ее ищешь, так же рискуешь подставиться немного. Да, вот они, смоуки. Пошли только не от тех ребят, от которых мы ожидали изначально. Смоками обзаводится команда Liquid. Universe здесь с GH стояли, друг. С дружкой совсем рядышком. А GH заметили. При этом он только что блин тратил. Да, не получится уйти у Earthshaker. Его ловит Universe. Утаскивает еще чуть-чуть подальше, а тут раз, два, три укуса! Да, едва не погиб Бэтрайдер. Ну ладно, вместо Бэтрайдера забирают Винтер Виверну, которая падает с двух укусов. А в это время Брутмазер развлекается на нижней линии. Лигантроп развлекается на верхней линии. Еще бы в центре майн-контрола увидеть, и все. И это было бы просто нечто. Да, горит база. Просто горит база. Это ГГ все, лебаня. Но я не знаю, как против такого играть. Это очень сильно. Если вы настолько запустили ситуацию текущую, то выкарабкиваться практически невозможно. С таким набором героев и, в общем, с таким преимуществом у противника по фарму. 16 тысяч в виду. Да, кладется фресура. Пытаются дать шанс Мираклу. Отойди из-под разлома! Не выходит! А так бы Тарасочка. Подключился реген, и все нормально. Но мышки стоят. Пока что. Это пока что. Пока что. Но это лишь... Денежку они заработали. Это был лишь один заход. Очень маленькую денежку они заработали. Не настолько... Надежда. Но что надежда? Я понимаю. Я просто вижу, вот как потихонечку конец близится. Он просто неумолимо идет к команде ЕГЭ. На базу. И... Что? Рапира на Войде, на Веномансе, или не знаю. Молнии. 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 Очень много нужно молний, да. Чем больше молний, тем лучше. 20 уровень нужен. Хвастер с Войда. Будет 120 золота, и он плюс-минус хоть как-то будет подниматься. А пока вообще никак. Он бегает, 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 он старается фармить, но находится очень далеко. Да тяжело успеть за фармом в такой ситуации, когда съедается вся карта противника, то есть ты не можешь получить никакой дополнительный фарм, кроме, там, ты либо где-то на линии аккуратненько тусуешься, либо где-то в лесочке. А если ты начинаешь туда-сюда бегать, тебя рано или поздно найдут, и весь твой фарм закончится. Ну, сейчас появилось с Манта Стайл. Сейчас с Манта Стайла можно будет стараться хоть как-то отпушивать линии и стараться драться вне своей базы, иначе база будет умирать. Артур, в очередной раз его нашли, в очередной раз он погиб. Дайте нормального героя Артуру. Дали ему какого-то непонятного веномансера. Хурион уже там 20-й. Я бы на месте купил Гускептер. Там Волк бьет сурки, Брутмазер бьет сурки, Хурион бьет сурки, Птички тоже бьут сурки, и Гускептер поможет тебе выжить. Но глобально он не повлияет на исход матча, скорее всего. Да, вот мы видим там GH пытался отрыгнуть Сплиндаггера, практически вышел у него выпрыгнуть из-под из-под хроносферы. Могут потерять пару персонажей Ликвид. А вот только поможет ли это ЕГЭ? Внизу Брутмазер ломает базу Кираса. И перемещается на центр. Рифмами начал говорить. Потеряли кем. В это время Майн Контролл развлекается со своими пеньками из казармой мечников. Да уж. А Бруда в это время уже в центре. Слушай. Да, Матумба Мэн достаточно легко расправляется с очередным зданием. Пеньки расправляются с казармой сверху. Что делать? Что делать? Как играть против этого? Я без понятия. Нет, сейчас все. Это был лишь вопрос времени. Им конец. Они ничего не смогут сделать. Все, без шансов. Нет, вот даже до вот этого эпизода, пока у них вся база не сгорела, было понятно, что это произойдет. Правильно. И 10 минут назад они просто медленно умирали, шансов у них не было. И как бы они ни старались, они никак не смогут перевернуть эту игру. Да, именно так. Я просто похоронил. Ты сначала похоронил, но до этого это сделал я. Но в целом ведь... Ну, драться до... Ну, как бы драться нужно до базы. Тебе нужно постараться синицировать только в том случае, чтобы ликвиды были вдали от твоей базы. В этом случае ЕГЭ нужно просто идти рисковать. Если они будут дальше терпеть, то просто вся база умрет от самманов. И тут, к сожалению, ну, им никак не выкармутся. Вообще не так. Артур хочет купить себе Вейл, значит, не Вейл, а Аганим. Вейл у него уже есть. Конечно, цель хорошая, цель благая, но в целом, как бы, в корне это на ситуацию влияет. Потому что пока этот яд будет тикать, пока он там будет на противнике висеть, твоя база будет медленно, но верно умирать. Да. И осталось лишь две казармы магов или одна. Две, две, две. Но одна уже практически разрушена. Ликвиды, помимо того, что спидпушат линии, они еще стараются уходить от драк 5 на 5. Если драться исключительно 5 на 5, то в целом ЕГЭ могут убить всех. Конечно. Если херосфера в пятерых, там спинтеров... Когда это было? Когда они вообще дрались 5 на 5? В жизни такое не было. Отличка в том, но Ликвиды, они 5 на 5 не драться. Они стараются постоянно заставлять ЕГЭ драться 1 на 1, 2 на 2. И вот в этом случае Фейселис войдет и Виномансер показывает не всю свою мощь. То есть как бы херосферу ты можешь поставить на одного героя? Ну, ты скорее всего. Ну, вот сейчас, например, ситуация. Выловили Матум Бомена, он прожимает Блэк Кинг Бар и... Вот она есть. Хорошо, херосфера. А дальше что? В боковая чем пить будете? Он заедет? Да, хорошо. Слушай, не плохо. Пробивает Брутку. Это минус. Отлично. Перепрыгивает Сумаил, попадает под атаку GH. Но Виверна работает как надо. Только... Или Контроп работает как надо. Он съедает потихонечку мыши всадника. Убежал. Относительно неплохо по... Да, но это все не важно, потому что Майнд Контрол залетел на базу, Майнд Контрол снес свои... Снес последние бараки и в результате сейчас ЕГЭ будут играть против Мега Крибов. Хаос. Тотальный хаос происходит. Ничего не поделать. И неважно, в каком количестве сейчас умрет команда Ликвид. Ну, то есть, если вот просто минус 5 даже ЕГЭ смогут провернуть, это ни на что глобально не повлияет. А если еще? Да, понимаешь, там Тир 1 стоит по центру и сверху. Да. Одну вышку за 35 минут смогли сломать ЕГЭ. Вопрос. Сколько раз нужно умереть Тим Ликвид, чтобы ЕГЭ? Я не знаю. Огромное количество раз. Вот с наличием мега-крипов, уже конкретных мега-крипов, 10, 20, 30. Потому что ты выходишь с базы, у тебя на базе фурион, бруда, ликан с травелами и все. Ты ничего не делаешь. Короче, кошмар. Мега-крипов. Пошла конечная станция для ЕГЭ. Они, конечно, стараются хоть как-то бороться против крипов, но ресурсов у них очень и очень мало. Они фэнтези-поинты просто набивают нам. Урон, урон. Да, да, да. Пойдем, подождем. Торапимся. Можно попаркать. Джаж сверху ману восполняет, не снимает контроль, очищает нижние места. И уже появился. Просто взлетаешь в спину, подходишь в белосинку с севера и стабильность бирающих нам саппорта. А может быть, даже и не саппорта. Урона ему явно хватает. Да, и выход. Скорее всего, последний выход. Кстати, показывают еще статистику по вардам. Практически идентичное количество было установлено. той и другой командой. Ну и вот он заход. Вот она, брудмазер. Нападение на веномансера. Веномансер убегает. А вот цветы. Нет, и шегер. Фиксация неплохая. Да, в одном момент вновь был кинфаре под хроносферой. Сумаил не имеет достаточного урона, чтобы хоть как-то пробить эту брудку. Ты видел, как вообще ввод закончился быстро? Пара секунд. Так, ГГ. ГГ пишут Evil Geniuses. И это значит, что Ликвид выходит вперед в этой серии. Но у нас Best of 2. У нас, возможно, ничья даже. А, возможно, 2-0. Всякое возможно. Ну, Ликвиды удивили. Очень хорошая игра. Очень хороший и качественный ласт пик в виде брудмазер. Очень круто поставили свои линии и в конечном итоге ЕГЭ. Они, конечно, плюс-минус справлялись, наверное, где-то первые 15 минут игры, но вот потом, когда пошел хаос по всем линиям, там где-то в одном месте птички летают, в другом месте пеньки, и в третьем пауки. О, нет. Пожалуйста, не нужно. Ликвид, отдумайтесь. Нет, я не о том, что это плохо, я о том, что это будет везде. Можно поставить битрайдера в мид. Тоже вариант. Поставил битрайдера в мид, пусть он там стоит, разливает огонь, а Сумаил отправится в харду на фресли с Войди. Да, мы только что разбирали этот матчап Войда и брудмазер и выясняли, что это не слишком приятная ситуация для Войда, потому что он толком Бруди ничего сделать не может. Ну, до третьего уровня он хотя бы будет добивать крипов. Урона у него много. У брудмазер 47, у фресли с Войда 58. Там, если еще и с топориком, то вся сотка получается. Да. Поэтому он... Ну, это вообще один из самых сильных героев в плане начального урона. И пока у брудмазера нет соу-ринга, пока у брудмазера нету большого количества пауков, фресли с Войда добивает крипов. У него 5-0 и стоит достойный. Ну, и на нижней линии нападения будет на ком Миракл. Из команды Ликвид забирает себе Ликантропа, Матумба Мэн, Брудмазер, Куру на Визадже, на Эрдс Шейкере, естественно, GH, и Майнд Контрол обзавелся Нейчер с Профитом. И в свою очередь команда ЕГЭ наши ребята. Стабильные ребятки, которые не любят экспериментировать с пиками. Так как экспериментируют Тим Ликвид, имеют Сумаила на Фейс Лисвоиде, Артизи, Виномайнсер, Бэтрайдер, на Бэтрайдере играет Юниверс, Зай, Роуминг, Элдор Титан и Крит, Саппорт, Винтер Верна. Да. Сумаил на Фейс Лисвоиде. Как вам, Дмитрий? Ну, он может. То есть, в этом парни все уверены. То есть, мы считаем, что он может сыграть на всем. Ты можешь стать невнимательным. Да, может быть, другими вещами заняться. Такое тоже. Артизи спокойненько поплевывает у себя на линии по крипчикам. Майн контролу он не то, чтобы сильно мешает. 7-0 я вижу у Нейчерс Профита и у самого Виномайнсера 8-1. Они там спокойненько бегают. Причем Майн контролу очень удобно благодаря пенькам забирать варды. Чем он и занимается. Да. Да и в целом, как бы, такая линия, что что они ему сделают? Виномайсер, допустим, клюнет Гейла. Какой-то герой подойдет и он просто убежит. Ну, допустим, придет Винтер Верна. Вы вдвоем никак Фурион не прогоните. Элдер Титан, он, конечно, придет, он может попробовать застанить, но в этом случае он просто ничего не сделает Фуриону. До свидания. Зая, Зай убегает. А вот GH, наверное, не убежит. Да, слишком сильно должно быть замедление. И кто только первую кровь прольет. Вот она, первая кровь, умирает Earthshaker. Юниверс, тем временем, еще и Куру очень сильно хочет забрать. Отличный напаум. Как же они упомнят. Да, ты посмотри, просто они выгоняют. Сжигают и выгоняют. Просто минус 2. Курьер сил тьмы был убит. А в это время Бруда пришла и съела Курьера. Знаешь, если бы Сумаил я помню еще время, когда этот игрок вот только-только начинал выступать, да, на профессиональной сцене и постоянно все и всегда убивали Курьера против Сумаила. Я не знаю, то ли там он не контролил, то ли в принципе ЕГЭ не слишком сильно этот Курьер нужен. Но вот с этого очень много матчей начинались в свое время. Мит Оракли. Да, и на Порешине. И на Порешине, да. Ну, а если по-хорошему, то как-то на легкой линии ему, по-моему, особо делать нечего. Туда придет Брудмазер, ну, если он туда придет, он там стоит и что ты и сделаешь? Войдом. Ну да. А Виномайсер, он хотя бы будет там, не знаю, спамить Змейки хотя бы. То есть хоть какой-то профит, пусть и минимальный, но он будет. Но мы видим, что здесь многоходовочка. Здесь у нас Матомбумен будет идти в центр, Курьер отправится в сложную и, скорее всего, нужно будет быстренько свапать линии ЕГЭ. Тут ультрамногоходовочка. Очень сильно подгорает. Сейчас высока вероятность гибели и того, что все-таки прольют первую кровь Evil Geniuses. Нет, не получилась. Перетяжка от GH спугнула Elder Titan'а и Бэтрайдера. И да, это Бруда в миде.